Учитель, волшебный, добрый ангел, наконец... За каждое почетное звание боролось по несколько человек. Всего около 30 выдающихся учителей почти из всех районов Камчатки. Конкурсанты представили собственные наработки и образовательные проекты, а также стали участниками публичных лекций, конференций и ток-шоу. Педагогов поприветствовал губернатор Камчатки. Я действительно считаю профессию учителя главной в нашем обществе. У нас много важных профессий, но именно вы формируете не настоящее, не изучаете прошлое, а создаете будущее нашего общества. Поэтому мы гордимся нашими учителями, я хочу об этом ответственно вам сказать. Мы очень переживаем и верим в ваши успехи. В этом году все главные призы взяли педагоги из Петропавловска. И главный приз достался учителю информатики и информационно-коммуникационных технологий школы номер 35 Анни Генкель. Среди воспитателей края лучшей стала Евгения Зинченко. Она работает в детском саду номер 63. Лучшим учителем-дефектологом года признана Татьяна Топычканова, учитель-логопед детского сада номер 50. А в номинации «Педагогический дебют» победила Алена Стук, учитель химии и биологии школы номер 45. С каждым этапом конкурса я вас узнавала по-новому. Я вам открою маленький секрет. Когда-то давным-давно я сама участвовала в конкурсе «Учитель года». И наш министр образования тоже участвовал в конкурсе «Учитель года». И вот ваш старт. И действительно надеемся, что в будущем вы будете участвовать в конкурсе «Учитель года», а не только педагогический дебют. Подобные конкурсы помогают выявить самых сильных педагогов, а заодно позволяют учителям и воспитателям делиться опытом, развиваться и стремиться к новым победам. Спасибо вам. Ведь действительно сегодня такое замечательное начало, где четко было видно, что достижение учителя – это и достижение его учеников. И мы все это прекрасно знаем, что для нас самое главное для всех – это то, как развиваются, как идут по жизни наши ученики. Теперь, после регионального этапа, победителей ждут новые испытания. Они представят Камчатку уже на всероссийском уровне. Александр Косматов, Иван Родин, информационное агентство «Камчатка».